Итоги ухлечащего вторника подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембри. Смотрите сейчас. Идеальное покрытие. В городе продолжается ремонт дорог. Будет также нанесена новая дорожная разметка, которая будет изменять организацию дорожного движения. На каких улицах уже завершен апгрейд? Личный праздник. Рожденный в День независимости малыши вместе с мамами принимают поздравления. Ждут нас очень дома, поэтому будем надеяться, что скоро выпишемся. Кого больше, мальчиков или девочек? Паркинг для собак и итальянская обжарка. На Карла Маркса открылось креативное кафе. Откроется дополнительная услуга по подкачке колес. Где позвонить в кулакал удачи? А также продовольственная безопасность? Безвизовый въезд и штормовое предупреждение. В Беларуси на среду объявлен оранжевый уровень опасности из-за дождей и гроз, что покажет столбик термометра. Горячие темы. Президент провел совещание с руководством Совминой и губернаторами. На повестке. Эффективность использования имущества, соцподдержка в условиях санкции и старт уборочной кампании. Так Александр Лукашенко предрек рост цен на продовольствие. По словам главы государства, стоимость на него продолжит расти. Например, пшеница только за полгода подорожала на 60%. Также белорусский лидер отметил, год в сельском хозяйстве намечается неплохой, но вывозить культуры в 2022 страна не будет. Как оказалось, доллары на хлеб не намажешь. Вы прекрасно помните, что предыдущий скачок цен на пшеницу в 2008 году закончился печально известной арабской весной. Зерно стало большой политикой и, по сути, оружием. Поэтому я и вам говорю, если будет работать экономика, будет что покушать и одеть во что людей, это гарантия того, что мы выдержим. Ну а если правительство не провалит еще под видом санкций, санкциям другие секторы экономики и наши предприятия, то никакие санкции нам не страшны. Многократно отмечал, ситуация на продовольственном рынке – это шанс хорошо заработать. Александр Лукашенко жестко предупредил чиновников и насчет поддержать скота на сельхозпредприятиях. Глава государства потребовал от Генпрокуратуры, Комитета государственного контроля и Администрации президента в самое ближайшее время доложить ему о ситуации. Комфортный маршрут. В Бабурске продолжается сезон дорожных работ. Сейчас асфальт укладывают на Рокоссовского. От 50-летнего ЛКСМ до Орджоникидзе. На 850-метровом участке по Ульяновской, за который взялись еще весной, ремонт практически завершен. На некоторых участках дорог, где обновлено дорожное покрытие, будет также нанесена новая дорожная разметка, которая будет изменять организацию дорожного движения. Будьте внимательными и осторожными при проезде данных участков дороги. Работники ДЭПа трудятся с середины мая. Уже обновили лесную, второй переулок Чеплыгина, Гагарина, Аджинькидзе, железнодорожную. Работы будут продолжаться все лето. Водители призывают заранее планировать свой маршрут и не парковать машину в обочин, чтобы не мешать специалистам. С июля гражданам Польши разрешен временный безвизовый въезд в Беларусь. Для пересечения границы не требуется ПЦР-тест и сертификат о вакцинации. Нововведение будет действовать до 31 декабря включительно. Подобный безвиз действует и для представителей Литвы и Латвии. Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало статистику распространения COVID-19 на 1 июля. По данным ведомства, с начала пандемии в стране зарегистрированы более 994 тысяч человек с положительным тестом. Всего проведено 13 миллионов 646 тысяч 641 тест. Специалисты прогнозируют, вирус, как и грипп, станет сезонной болезнью. Всплеск случаев будет приходиться на осень и весну. 105 абитуриентов сдали ЦТ по математике на 100 баллов. Основной этап испытаний завершится завтра. Последняя дисциплина – всемирная история. Кроме того, предусмотрены резервные дни 12 и 14 июля для сдачи белорусского и русского. 12 и 16 числа можно проверить свои знания по остальным предметам. Сертификаты начнут выдавать с 14 июля. Забрать его можно в пункте прохождения тестирования. Экспозиция музея «Поезд Победы» в Беларуси посетили порядка 40 тысяч человек. Общее время его работы составило 240 часов. В 2022-м география курсирования была расширена до 17 городов. С 10 июня по 4 июля он проехал по территории страны более 3,5 тысяч километров. В среду будет облачно с прояснениями. Между тем, активный циклон, смещающийся с юго-запада на северо-восток, через территорию нашей страны принесет ухудшение погодных условий. Интенсивные осадки и при грозах поднимется шквалистый ветер. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Ночью будет от 12 до 14 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 32 со знаком «плюс». Трогательная акция. Малыши, которые появились на свет в День независимости, вместе с мамами принимают поздравления. 3 июля в Бобруське родились сразу 4 детей. Три девочки, один мальчик. Представители общественного объединения «Беларусь» и депутаты палаты представителей национального собрания Беларуси Ирина Рынейска и Владимир Гацко навестили новых граждан в роддоме. С собой подарки и сувениры. Все поддерживали, все родные. И сейчас все приходят, все поздравляют, ждут нас очень дома. Поэтому будем надеяться, что скоро выпишемся и уже будем с малышкой дома. Это мой третий ребеночек, девочка. У меня двое мальчиков. И вот сейчас девочка. Всего в День независимости в Беларуси родились 118 детей. 54 девочки и 64 мальчика. Больше всего малышей появились на свет в Минске и Борецкой области по 25. В Гомельской – 19, Минской – 16, Могилевской – 13, Гродницкой – 11, Витебской – 5. Добро пожаловать! В Бобруське открылось паркинг-кафе с необычным интерьером. Предлагаю здесь итальянский кофе и свежий квас. Рядом парковка, где можно оставить под охраной не только легковушку, но и автобус. Также оборудована зона для домашних животных. На кофе-паузу заехала и Карина Гуревич. Новоселье на Карла Маркса, 68. Здесь свои двери открывают уютное паркинг-кафе. Для гостей работает зал внутри и летняя терраса. В меню свежий квас, прохладительные напитки, соки, выпечка и вкуснейший кофе итальянской обжарки. Ваш кофе, пожалуйста. Спасибо. Удивляет и интерьер. На стенах креативные цитаты и картины. Если вы хотите заглянуть в будущее, то нужно вытянуть необычное предсказание из конверта. Может и не сбудется, но настроение поднимет точно. Есть и колокол желания. Он находится у входа и уже стал настоящей визитной карточкой заведения. Рядом платная парковка, которая пестрит веселыми дорожными знаками. Для тех, кто припарковался, у нас на парковке выдается талончик на скидку на любой кофе. В ближайшее время у нас откроется дополнительная услуга по подкачке колес и автопылесос, чтобы водителям было удобно устранять любые свои проблемы на месте. Для легковушки и мотоцикла час парковки стоит рубль 80, автобуса – 2,40. Каждый следующий еще плюс 60 копеек. Территория под охраной. Есть туалет. Здесь оборудована и зона для домашних животных. Три места с навесом и крюком для поводка. Плюс миска, которую сотрудники без проблем наполнят свежей водой. Так что за питомца можно не переживать. В скором времени здесь появится крытая стоянка и места для велосипедов. Но уже сейчас в паркинг-кафе готовы принять и обслужить бобруйчан и гостей города. Напомним, всех желающих ждут по адресу Карла Маркса, 68. Время работы из 9 до 18 часов. Без перерывов. Выходной – понедельник. Карина Буревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok